Пользуюсь очень часто услугами интернет-магазинов и получаю посылки через почту. Живу я рядом, мне очень удобно, быстро. Для брещанки Светланы почта – это место не только для оплаты счетов и коммунальных услуг. Здесь еще можно отправить и получить документы, письма или посылки, особенно заграничные. Как отмечают сотрудники Белпочты, люди сравнивают цены и качество продукции магазина в режиме онлайн и приобретают необходимые для них товары, которые посредством их учреждения отправляются по указанному адресу. Быстро и удобно. Большим спросом пользуются входящие международные почтовые отправления. Объемы постоянно имеют место быть, наращивание этих объемов почтовых отправлений. Мы обеспечиваем выдачу в наших отделениях почтовой связи нашим клиентам этих почтовых отправлений. Ну так я могу сказать, что ежемесячно примерно в районе 170-180 тысяч отправлений в целом по Брестской области имеет место поступление. Это касается только простых международных почтовых отправлений. Статистика отправления и получения почтовых посылок из интернет-магазинов только по городу Бресту составляет порядка 60 тысяч поручений ежемесячно. Причем приобретают жители областного центра не только из-за рубежа. Пользуются популярностью и почтовая сеть интернет-магазина белпост.бай, где можно найти все, что необходимо. Я довольно часто заказываю посылки из Китая. Постоянно быстро приходят, быстро отдаются. 10 из 10 поставлю. Ну и заказываю каждую неделю. На телефон приходят смс-оповещения, мне удобнее, чем просто вот кютки приходят. Пользуюсь очень часто, часто приходят посылки, потому что заказываю. Где-то российские, где-то магазины и китайские. Все бывают и белорусские, и белпочтой тоже пользуюсь. На данный момент почта пользуется определенными критериями для оценки посылок, а также для вычета пошлин с них. Но не так давно президент Беларуси подписал указ об изменении этих критериев. С 1 января 2020 года таможенная пошлина в Евразийском экономическом союзе, в том числе и в Беларуси, снизится до 15% от стоимости ввозимого товара. Такие критерии, как 200 евро, не более 31 килограмма в месяц, но также установлена разовая норма, это 22 евро и не более 10 килограмм одного отправления. Все эти данные аккумулируются органами и собираются сведения, поэтому все посылки в течение месяца фиксируются и выводится общая сумма. И, конечно же, если она превышает установленный лимит, начисляются таможенные пошлины. Ирина Кузьмич, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.